Более полутора тысяч артефактов свидетелей исторической Бородинской битвы подняли в этом году участники археологических раскопок на месте легендарной батареи Раевского. Итоги своей работы специалисты подвели в Государственном историческом музее. За стекло попали не все находки, а лишь наиболее интересные и зрелищные. Осколки гранат, штыки, личные вещи солдат. Скрывая небольшой участок рва, около 120 квадратных метров, специалисты использовали методику поверхностного поиска артефактов, который опробовали еще при раскопках Куликовского поля. Мы не копаем огромные площади, мы вскрываем относительно небольшие точечные участки, их точно документируем и получаем первичную картину. То есть мы не тыкаем пальцем в небо. На Бородину после сражения было захоронено около 48 тысяч русских и французских солдат. Сейчас археологам известно о трех братских могилах, поиск остальных продолжается. На этих местах планируется установить памятные знаки. Перезахоронения не будет, говорят историки. Свой последний приют солдаты вражеских армий нашли рядом. Находки помогают восстановить и общую картину Бородинской битвы. Оказалось, что левый фланг русской армии отступил на 200-300 метров дальше, чем ранее предполагали специалисты. В каком-то смысле это объясняет и, почему Кутузов все-таки отступил после сражения. По письменным источникам известно, что левый фланг русской армии, он отошел по старой Смоленской дороге. И это было одним из аргументов для того, чтобы Кутузов отступил русскую армию. Теперь мы знаем, на какое расстояние отступил левый фланг русской армии. Каждая находка прежде всего свидетель исторических событий. Заставить ее заговорить задача исследователей. Тысячами находили пуговицы от солдатских мундиров и свинцовые шарики пули на месте Бородинской битвы. Когда же смогли отделить русские от французских, вскрылись ранее неизвестные подробности. Отсюда тянется вторая история, более загадочная. Почему оказывались в том или ином месте русские пули и французские? Представьте себе, что, например, по плану сражения здесь не должно было быть французов вообще. И вдруг мы находим обилие французских пуль. Так было в районе Псарева, где в глубоком тылу стоял перевязочный пункт русской армии. Очевидно, французы пытались обойти здесь российские части. Этот факт официально не был отражен в документах. На этой выставке можно увидеть не только современные находки. Походная кухня наполеоновской армии, сабля российского императора Александра I, ордена Бонапарта, мундиры и оружие солдат. За долгие годы историки собрали внушительную экспозицию. Раскопки будут продолжаться, и многие открытия еще впереди. Специалисты говорят, что новые методики работы и более совершенная техника на десятилетия обеспечат материалом исследователей и историков.